Добрый вечер! Сегодня в выпуске. Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени. В городе над Бугом прошло торжество, посвященное Дню Учителя. Особенное знамя для особенных детей. В областном центре прошло торжественное открытие первого кадетского класса в средней школе номер 35. Удивительное рядом. Первый музей мобильных телефонов появился в городе Бресте. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень важной темы, которая затрагивает всех нас и каждого в отдельности. В первое воскресенье октября Беларусь традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней профессии – учителей. Нет ничего труднее, чем обучать. Учить способны все и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Брестские учителя в совершенстве владеют этим секретом и щедро делятся знаниями со своими учениками. Накануне праздничной даты в общественно-культурном центре прошло торжественное собрание, на которое были приглашены ведущие педагоги города Бреста. Они принимали поздравления и слова благодарности за свой труд, за свой неоценимый вклад в обучение, воспитание и становление настоящих, пусть пока маленьких и юных, белорусов. Лариса Осмолович. О празднике в честь людей самой гуманной профессии. Учительство – нелегкая, тонкая работа прокладывания пути к сердцу каждого человека. Раскрытие его лучших качеств учителя были и остаются проводниками света, веры в счастливое будущее. Они с гордостью и достоинством выполняют свой долг. И каждый человек через всю свою жизнь проносит благодарность наставнику за самые лучшие уроки – уроки человечности и добра. Взяв несмышленышей за руки, учитель ведет их сквозь стерни неопознанного и незнакомого, помогает им преодолевать препятствия и трудности, оберегает от ошибок, заботится и любит детей. Основная задача учителя – вести по жизни молодого человека, вывести его в люди, чтобы он всю свою оставшуюся жизнь, сколько ему пришлось жить, помнил об этих стернах школы, которые вывести его, и дал путемку в жизнь. Задача перед нами стоит гораздо глобальнее не только получить высшее образование, а сделать так, чтобы каждый из наших выпускников нашел свое место в жизни. Это не обязательно может быть человек с высшим образованием, это может быть и человек с профессионально-техническим, средним, специальным образованием. Но главное, чтобы он самоотверженно служил нашему государству, нашей стране. Учитель – это всегда накануне этого праздника ассоциируется у меня лично с чем-то светлым, душевным, открытым. И поэтому я хочу пожелать еще раз нашим учителям, учителям города Брест, ветеранам педагогического труда, которые безответно служили к учительскому делу многие годы, счастья, здоровья, любви, понимания, уважения близких, уважения окружающих, всего самого хорошего. Брещина гордится своими учителями, поскольку они воспитали не одну плеяду талантливых и одаренных учеников, вывели в свет и показали дорогу интеллектуалам, которыми гордится страна. Роль учителя в современном образовании велика. Педагог закладывает нравственные начала в человеке, формирует его как личность, открывает новый мир, а еще учит самой сложной науке – науке жизни. Поэтому День Учителя празднуется как один из самых главных праздников. И это торжество на земле Берестейщины всегда проходит по-особому. Добрые слова адресуются 30-тысячной армии наставников, всем вместе и каждому в отдельности. Но и в будни учителя чувствуют помощь, заботу и опеку. Средства, которые выделяются в сфере образования, достаточно велики. И несмотря ни на какие экономические перипетии, на учебных заведениях не экономят. Об этом говорит даже размер объема средств, направляемых на образование. Он составляет более 1,3 всего бюджета города. Больше нету. Даже медицина, которая вроде бы казалась и по питанию, и по содержанию, по коммунальным делам, по оборудованию, по медикаментам и так дальше, материалом емкое, очень затратное социальное направление. Тем не менее, образование занимает более 1,3 бюджета. Поэтому мы отпускаем большие средства. И на то, чтобы были в нормальном состоянии материальные базы, было тепло, было уютно, комфортно, были книги, были предприниматели, получали заработную плату и все остальное. В этот предпраздничный день в зале звучали многочисленные слова благодарности и поздравлений. Вручались грамоты и благодарственные письма. Одним из первых было названо имя Ильи Михайловича Пархутича, который работает в лицее имени Александра Сергеевича Пушкина. И уже 8 лет он говорит своим ученикам, друзья, прекрасен наш союз. Традиционно мои ученики пишут сочинения ко дню учителя, мое представление о счастье. Мы возвращаемся в фильм, доживем до понедельника. Поэтому учительский труд и профессия учителя – это звонок на урок и звонок с урока, это доживем до понедельника. И для нас урок со звонком заканчивается, а для ученика урок жизни с этого последнего звонка только начинается. Поэтому давать ребенку путевку в жизнь – это главная цель учительского труда. Положительные эмоции после концерта, когда поздравляют дети, когда на сцене дети, когда мы рядом с детьми, чувствуешь себя молодой, энергичной, на таком же позитиве, как наши дети. Поэтому, естественно, позитивные, оптимистические, несмотря ни на какие проблемы, несмотря ни на какие трудности, сложности нашей профессии, всегда на позитиве. Потому что учитель всегда должен быть в строю. Мы растим будущее наших детей. Я горжусь, что я еще в строю, что я еще могу, что я еще имею желание. Я испытываю гордость. Еще раз повторюсь, что ни на что. И учительство сегодня должно быть в строю. Кто-то скажет, что самый великий талант – пение. Кто-то – танцевальное мастерство. Это неправда. Самый великий талант – умение делиться знаниями с другими. И тогда получается, что самым важным человеком на земле является учитель. И это не просто профессия, это призвание для каждого, кто приходит в профессию наставника. Все знают, учителям сегодня нелегко. Но брестские педагоги никогда не унывают и стараются работать на высший балл. И пусть день учителя станет для вас исходным условием задачи о том, «Как обрести счастье». А в помощь вам будут удача, вдохновение и любовь. И хоть вы сами давно не учащиеся, вы блестяще ее решите. Профессия – учитель вкладывает в себя много понятий. Самоотверженность, искренность, преданность. И пусть меняются времена, технологии, отношения к вещам, преподаватели будут необходимы всегда. Особенно в школе, когда в первый класс на урок приходит совсем маленький, ничему не обученный ребенок, а уже из 11-го выходит зрелая личность со сформировавшимися взглядами. Это заслуга учителей. С одним из таких талантливых педагогов познакомилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Людмила Лычук – учитель с большим стажем. Почти 40 лет она отдала добросовестному служению своей профессии, 35 из которых в средней школе номер 20. Выбор стать учителем тогда еще юная Люда сделала в 9-м классе. Любовь к профессии и белорусскому языку, который привели школьные учителя, Людмила Григорьевна несет в себе все эти годы. И сегодня с удовольствием делится навыками и знаниями с учениками. Будучи еще маленьким ребенком, я выросла в семье, в которой было четверо детей. Я старшая и трое братьев младших. И мне пришлось быть воспитателем, помогать маме, воспитывать моих братьев. И когда я уже пошла в школу, они были младше меня, то я с ними играла в школу и приходилось быть учительницей. А вообще-то на моем пути встретились такие хорошие учителя, которые, наверное, показали мне правильный выбор, профессию. Это в первую очередь мои учителя белорусского языка и литературы, с которых я брала пример. За время плодотворной работы Людмила Лычук выпустила не один класс. Подготовила огромное количество учеников, которые достойно представили и представляют школу на районных, областных и республиканских олимпиадах. Одной из главных целей своей работы Людмила Григорьевна видит воспитание в учащихся чувства прекрасного, а также развитие таких качеств, как ответственность, порядочность и любовь к тому, чем занимаешься. Есть творческие, талантливые дети, которые всегда помогают учителю, которые всегда идут в ногу, скажем, со временем и стараются получить хорошее знание по всем предметам и проявляют свой интерес к предмету белорусский язык и литература. Поэтому у меня есть хорошие ребята, с которыми я работаю и здесь, в нашем школьном музее, которые постоянно даже не дают мне как бы спокойно вот так работать, а требуют того, чтобы мы что-то проводили, чтобы что-то интересное у нас было. И поэтому, ну, в общем-то, на месте не стоим, движемся вперед, и вместе с нами, с учителями движутся и наши ребята. Талантливый учитель, интересный человек. Своим примером, своими уроками показывает и прививает интерес учащихся к предмету, к родному краю, к родному языку и литературе. Ее опыт, ее педагогический адрес опубликован в наших белорусских журналах, газетах «Родное слово», «Народная света», «Наставницкая газета». Брестский областной институт развития образования издал книгу «Инновационный поиск и находки» учителя-филолога Лычук Людмилы Григорьевны. Людмила Григорьевна ежегодно готовит учащихся к районным, областным, республиканским олимпиадам. Ее ученица Стасюк Оля являлась призером республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе. Педагог должен верить в потенциальную силу своего ученика и использовать все свое искусство в стремлении привести его к правильному использованию своих навыков и умений. У Людмилы Лычук это отлично получается. Для учеников она друг, товарищ, а иногда самый близкий родственник, который поможет делом и добрым словом. Она очень хороший, классный руководитель, очень требовательный как учитель, но в то время очень добрая. И нам нравится, как она у нас ведет уроки белорусского языка и литературы. И мы любим ее очень сильно. Она добрая, хорошая, у нее есть очень хорошая строгость, она умеет учить, и мне кажется, это самый лучший учитель, наверное, в школе. Потому что она очень хорошо, она держит дисциплину хорошую, потому что если кто-то не слушается, она с ним разберется, она скажет, что не так. И, в общем, отличный учитель. Она хорошая учитель, она все хорошо учит, с ней легко общаться, и мне нравится с ней заниматься. Людмила Лычук не только талантливый педагог. Вместе с учащимися ей удалось сделать сначала красивый исторический кабинет, который в перспективе стал музеем. Здесь собраны уникальные экспонаты, рассказывающие об истории белорусского края. Комоды, утюги, различного рода рушники и салфетки занимают в необычной экспозиции достойное место. Огромная часть такого исторического богатства в свое время принадлежала маме Людмилы Лычук, что часто напоминает женщине о ее счастливом детстве. Вот уже лет семь, как мы гордимся нашим музеем, в котором находится очень большое количество экспонатов. В основном это экспонаты, которые мы собрали в Драгичинском, Кобринском, Ивановском, Малорицком районе. Я хочу сказать, что очень много экспонатов мне пришлось перевезти с дома моей мамы. Родителей нет уже в живых. Поэтому, чтобы они не канули в лето, а чтобы память какая-то была, здесь тоже есть экспонаты, можно сказать, с моего родного дома. У Людмилы Лычук еще много планов на будущее. Она стремится приблизить ребят к самобытной белорусской культуре, рассказать им о том, насколько все в ней закономерно и эстетично. Людмила Григорьевна любит то, что она делает, потому все у нее получается. День учителя – праздник самоотверженных людей, которые воспитывают наших детей. Обучают их не только азам арифметики и грамматики, но и жизненным принципам. Помогают развивать свои человеческие качества и таланты. Накануне праздника наша съемочная группа побывала в средней школе номер 15, ученики которой с удовольствием рассказывают о своих наставниках. Средняя школа номер 15 – это своеобразные ворота в Московский район. Школа большая, потому и учащихся здесь всегда много. Уже много лет здесь трудятся самоотверженные педагоги, которые работают не только над образовательной составляющей учебного процесса. Для своих учеников они настоящие друзья, помогающие в сложные минуты советом или делом. Настоящий учитель – это тот, кто всегда будет помогать в будущем. И если у кого-то какие-то проблемы, не получается что-то, настоящий учитель придет и всегда поможет. Кто проходит с тобой все твои испытания – это тот, к которому ты с утра приходишь с улыбкой. Я думаю, что он настоящий учитель, который нас учил в первые четыре года – это Светлана Ивановна. Потому что она нас учила всему, что мы сейчас знаем. И она нам помогала везде, чтобы мы дошли до пятого класса и уже знали все, что надо было знать нам до пятого класса. Которая помогает тебе во всем. Это как школа, это как второй дом. Тебе два лица учиться? Да. Для меня настоящий учитель – это наш классный руководитель Светлана Александровна. А за что ты любишь Светлана Александровна? Светлана Александровна за то, что она может помочь в любой беде. Светлана – хороший учитель. Я думаю, что настоящий учитель – это тот, кто для тебя очень родной. Он с тобой проходит все твои четыре года, и он для тебя очень-очень дорог становится. Настоящий учитель – это тот, кто хорошо объясняет материал, хорошо ведет беседу с учениками, понимает их. Ну, не очень, так сказать, ну, не совсем уже такой строгий, чтобы и чувство юмора, может, даже было. Труд педагога есть страна мудрого и вечного. На сцене – человеческие сердца, за кулисами – человеческие души, в зрительном зале – человеческие судьбы. Именно учителя еще на школьном этапе формируют ребенка как личность, помогают ему развивать творческие способности и совершенствуют их навыки и умения. Сегодня ученики поздравляют своих преподавателей. Я пожелал всем учителям здоровья, счастья, чтобы получали хорошую зарплату и любили все эти деньги. Для меня настоящий учитель – это тот, кто будет ввел и будет вести меня до конца моей учебы, будет помогать, объяснять им все понятно. Ну, и самое главное, для меня настоящий учитель – это тот, кто мне больше дорог. Успехов в личной жизни, хорошей зарплаты и успехов в личной жизни. Еще раз. Я пожелала им здоровья, счастья, удачи и, конечно, терпения, чтобы они смогли нас вытерпеть, если мы будем себя плохо вести. Я им пожелала здоровья, счастья, удачи, хорошей зарплаты на работе и всего самого-самого наилучшего. Великий классик русской литературы Лев Толстой говорил, что не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен и не может иметь другую профессию. Потому, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что делаешь, и тех, кого обучаешь. В средней школе номер 15 с этим справляются на отлично. Учительство Брещины. Гордитесь успехами своих учеников. В это вложен и ваш труд. Терпение, настойчивость и большое желание дать знания привели вас к такому качественному результату. Все мы когда-то были учениками, и все мы благодарны вам за науку, заботу и доброе сердце. Вы посвятили свою жизнь служению знаниям. Это очень достойный жизненный путь. Пускай хорошие оценки станут для вас показателем благодарности ваших учеников. Сегодня, в День Учителя, мы искренне желаем вам достойной, спокойной и радостной жизни. Вы это заслужили, как никто другой. В городе Бресте на этой неделе открылся первый кадетский класс на базе средней школы номер 35. 50 юных кадетов, учащихся 5-х и 8-х классов, в новенькой форме и с заметным волнением принимали присягу перед знаменем, которое в этот день вручил им председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Полошенков. Основное направление кадетских корпусов, которые были созданы еще при царе, это отбор молодежи, которая в свое время выступит на защиту своей Родины. Эта молодежь знала историю, знала свои традиции. Не обязательно каждый из них становился военным. Это были высокообразованные управленцы, каждый в своем направлении. Поэтому задача педагогов кадетских классов одна, чтобы эти дети в будущем становились настоящими патриотами своей Родины, любили свою отчизну. В этот торжественный день, когда не только юные кадеты, их педагоги и родители, приглашенные гости, испытывали волнение, не помешает заглянуть в прошлое и вспомнить, какая система образования была в Бресте в позапрошлом веке. Ведь город над Богом имеет большие традиции по части учебных заведений приличного уровня. Одним из таких был Брестский кадетский корпус, чья история началась во 2-3-19 века. Так что смело можно говорить, что сформированный кадетский класс на базе 35-й средней школы – это продолжение вековых традиций. У истоков создания стоял мэр города Александр Полошенков. Мне знаменательно это тем, что я где-то стоял у истоков возрождения этой доброй, хорошей традиции. Воспитывать с малолетства детей патриотизму, мужеству, верности, долгу, знанием, умением руководить и управлять государством. Поэтому основное направление тех кадетских корпусов, которые были созданы еще при царе, это отбор молодежи, которая была готова в любое время выступить на защиту своей родины. Она знала историю, знала свои лучшие традиции. Они обладали высокими знаниями. Не обязательно каждый из них становился военным. Это были высокообразованные управленцы. Каждый в своем направлении. Или в военном, или где-нибудь на производстве, или в искусстве и так дальше. Поэтому и сегодня мы, когда отбираем этих детей, значит мы смотрим, чтобы вот эти детки в будущем тоже становились настоящими патриотами своей родины, любили свою отчизну и умели и могли ее защитить, если это потребуется. Самые ответственные ребята, те, кто в будущем мечтает защищать свою родину, стали воспитанниками кадетского класса. И уже сегодня слова «Жизнь, Отечество, честь никому» для них не пустой звук. Предстоит в дальнейшем сложная работа над собой. Предстоит многому учиться. Программа довольно насыщенная. Помимо обязательных уроков, кадеты будут изучать основы военного искусства, учиться хореографии, этикету и многим другим дисциплинам. Я вижу, знаете как, в этом году мы набрали два класса. Если все будет, так скажем, хорошо, в следующем году еще два класса, ну и так далее. И выйдем к 2016 году, выйдем на полный цикл. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Вот, будет, все будет хорошо, порядка 160-180 кадетов. Это будет как бы составляющая школы, но работающая по своим, там, определенным законам. Ну, форму не все носят. Вот, и все тут отсюда будут вытекать традиции. Самая торжественная часть – вручение кадетского знамени. Из рук председателя Брестского горысполкома Александра Полошенкова стяг принял руководитель кадетских классов Виктор Пенза. Каждый мужчина, который прошел армию, вынос знамени, вручение знамени – это дорогого стоит. Это святыня. За эту святыну умирали люди, но знамя спасали. Потеря знамени – это позор для части. А вручение знамени и его пронести через всю жизнь – это почет и, ну, обязанность, наверное, мужская, очень высокая. Поэтому, конечно же, трепетное чувство, что ребятишки получили свое знамя. Знамя – это как путеводитель жизни. И большая ответственность. Конечно. «Триединая всегда была задача. За веру. За отечество, да. Вот. Вот это основа. Понимаете, есть, понимаете, сейчас немножко утеряны ориентиры, но я понимаю так себе. Есть что-то сегодняшнее, а есть что-то вечное. Вот мне хотелось бы этим ребятам дать вот именно то, что вечное. Понимаете, то, что нельзя продать, то, что нельзя купить, то, что нельзя придать, так скажем. Вот это основа». Четко. Ответственно произносили слова первой присяги 50 кадетов средней школы номер 35 перед флагом своего корпуса. Слова просты и доступны, но столь же значимы они для этих ребят, которым сегодня определена довольно ответственная миссия. «Я знаменосец кадетского корпуса. На этом знамени написана честь, слава, гордость. Для меня кадет – это, в первую очередь, гордость за то, что я нахожусь в форме. То, что, прежде всего, для кадета воспитываются главные ценности – любовь к родине, любовь к патриотизм, ну, и что надо любить, уважение старшим. «Мы, мальчишки, все, в принципе, планируем поступать на военные учреждения». «Кадет» для меня, значит, многое, то, что, ну, отделе формы – это уже какой-то шаг в будущее, кем ты будешь быть в будущем. «А кем хочешь быть в будущем?» «Ну, поступить в военное училище. Каждый мальчик должен служить в армии, потому что это закаляет и воспитывает в себе военные качества». «А вот кадетство даст тебе этот шаг, первый шаг?» «Я думаю, что даст». Среди тех, кто стоит сегодня в строю юных кадетов, пятиклассник Александр Павлюкович. Он точно знает, что когда вырастет, обязательно будет родину защищать. А пока по-особому трепетно будет учиться и постигать первые азы военной науки. «Да, ну, там интересно будет. Строевые, продленки, с автомата стрелять, рукопашный бой будет. Там интересно. Ну, наверное, не только интересно. Наверное, ты хочешь стать защитником Отечества?» «Да». «А почему это ты так выбрал?» «Не знаю, захотелось». «Кто такой кадет?» «Кадет – это тот, кто служит Родине. И патриот». Так уж повелось испокон веков, что люди военные в России были образцом порядочности, верности долгу, стойкости духа, а также эталоном воспитанности и элегантности. Они были настоящими защитниками своего Отечества. Их девизом «Были» и остаются слова «Жизнь, Отечество, честь никому». Лариса Осмолович, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Мобильный телефон каких-то лет 10 назад был предметом роскоши. А сегодня это устройство есть практически у каждого. Им пользуются даже дети в детских садах и школах, а взрослый человек жизни без него не представляет. Век информационных технологий накладывает отпечаток на развитие телефонной промышленности. Новые функции появляются одна за одной в суперсовременных айфонах и смартфонах, айпадах и планшетах. Проследить телефонную эволюцию удалось руководству сети мастерских по ремонту мобильных «Максимум». Именно они первые в истории региона открыли музей сотовых телефонов. Поддержала в руках некоторые модели старых телефонов, кстати, практически своих ровесников, и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Старенькие «Сименсы», «Самсунги», первые варианты мобильных телефонов «Нокия» на стеллажах музея занимают достойное место. Отслужив владельцам верой и правдой, сегодня эти устройства украшают огромную коллекцию первого и единственного в Беларуси музея сотовых телефонов. Многие люди нам привозили телефоны в ремонт, знакомые или незнакомые. Телефоны, которые не работали в то время в наших диапазонах сетей, либо это были американские телефоны и так далее. Некоторые телефоны невозможно было разблокировать, чтобы они работали на наших сетях, наших операторов. Люди, чтобы не выбрасывать, оставляли нам, говорили, что будущий музей будет. Так и собирали телефоны. Многие ребята свои приносили, клиенты многие уже видели, что у нас существует одна витрина, две, три, начинает увеличиваться коллекция. Так и оставляли телефоны в подарок. На сегодняшний день экспозиция состоит из 300 самых различных телефонов. Среди них как совсем устаревшие, так и устройства поновее. Собирали коллекцию почти 10 лет. Что-то приносили горожане, что-то сами работники центра. Получилось то, что получилось. Теперь у хозяев коллекции большие планы на будущее, среди которых включение такого необычного музея в список туристических объектов города над Бугом. Если все будет хорошо и у нас коллекция будет пополняться, может быть даже поедем с гастролями в какой-нибудь город, если нас пригласят. Ну а вообще рады видеть будем всех гостей, всех желающих, всех туристов. Ну и вообще людей, кто хочет каким-то образом пополнить нашу коллекцию туристов. Мы приглашаем студентов, которые учатся на каких-нибудь исторических факультетах, которым интересна эта тема, которые готовы посотрудничать. Экспонаты для музея продолжают собирать, потому коллекция будет расширяться, и возможно музей сменит адрес прописки на отдельное помещение. С первого дня открытия эта экспозиция заинтересовала горожан. А те, кто не посетил музей, не должны огорчаться. Двери новоявленного музея открыты для всех желающих. Первая экскурсия уже в эту субботу. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале BookTV, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Анастасия Стробко, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Беларуси начнет меняться в лучшую сторону. В воскресенье 6 октября северный холодный ветер сменится на южный, придет более теплая и комфортная погода. В Брестском регионе ночью термометры покажут 4-6 градусов выше нуля, а вот днем воздух прогреется до плюс 14. В ночные и утренние часы в некоторых районах Берестейщины сгустится туман. В понедельник 7 октября территория нашего региона окажется на северной периферии антициклона с центром над Украиной. Будет наблюдаться переменная облачность в ночные и утренние часы туман. Ветер западный умеренный. Ночные минимумы окажутся в пределах 6-8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ